здравствуйте уважаемые любители шахмат с вами александра костенюк и я рада прокомментировать для вас решающую партию чемпионата мира по блицу в варшаве сыгранную между максимом ваш елографом и магнусом карлсоном 21 тур у максима ваш елографа 14 очков он делит первое шестое место на данный момент у магнуса карлсона 13 с половиной из 20 он отстает всего на пол очка он на чистом седьмом месте и соответственно и максиму магнусу необходимо побеждать чтобы побороться за призовую тройку разыграна испанская партия так называемый вариант антимаршала с ходом а4 вновь как и в матче наперенство мира против яна не помнящего магнус карлсон избирает продолжение слон b7 следует достаточно стандартные для этой системы ходе д3 конь бд2 черные играют ладья е8 каждый шахматист какие-то свои планы проводит конь f1 h6 черные защищают пункт g5 чтобы в какой-то момент белые не могли сыграть конь g5 c3 делают ход белые где-то возможно хотят сыграть d4 а может быть просто открывают место для слона с b3 чтобы на c2 его где-то поставить конь е3 конь е7 следует черные ведут коня по маршруту е7 на g6 таким образом они открывают дорогу слону с b7 а конь g6 также защищает поле е5 что очень важно в случае если черные решат сыграть d5 мы видели что белые до этого сделали ход h3 который часто опять же белые делают ввиду разных соображений чтобы взять под контроль поле g4 но в этой партии белые решили поле h2 еще использовать и для коня и сделали ход конь h2 где-то они хотят сыграть конь g4 но конь на краю доски стоит плохо мы часто это повторяем конь на h2 ушел от центра белые сняли напряжение с пункта е5 например и черные пользуются моментом играют d5 вскрывая слона б7 как правило в испанской партии и в других открытых дебютах если черным удается провести d5 то их позиция становится очень хорошей ед конь d5 ферзь f3 белые вот таким вот образом пытаются связать фигуры черных по большой диагонали достаточно ответственное решение потому что когда ферзь выходит под рентген слона то это может привести к тому что на ферзя нападут и он окажется в непростой ситуации конь h4 сделан ход выясняется что если просто отступить ферзем на g4 или g3 то черные смогут побить на е3 и затем побить на g2 позиция белых становится очень очень неприятной несколько неверных решений приняли белые по выходу из дебюта и сейчас после ферзь е4 последовало конь е3 ферзь b7 конь ежа 2 белые остались без пешки и кажется что это только начало их проблем потому что под боем пешки d3 h3 а если представить что черная ладья каким-то образом например сыграв сейчас ладья b8 окажется на g6 через несколько ходов после ладья b6 ладья g6 белым совсем может не поздоровится но магнус карлсон пока забирает пешку d3 ладья g4 следует и здесь и ходом ранее ладья b8 очень интересно смотрелось так же как и съедение на а4 ба с идеей сыграть ладья b8 но магнус карлсон задумался и не устоял не устоял перед соблазном забрать еще одну пешку на h3 но на самом деле почему бы не взять третью пешку подряд однако это решение могло привести к быстрому поражению и это конечно удивительно что настолько вскрыта позиция белого короля так опасно нависают фигуры черных над белым королем однако внезапно внезапно мы видим что магнус карлсон не понимает что происходит почему белые так много пешек отдали какие их идеи но скорее всего пытается оценить позицию после ферзь h3 ладья bg2 все-таки белые съедают двух коней отдают ладью за две легкие фигуры и позиции с нестандартным соотношением материала порой очень непросто оценить после ферзь бьет h3 как я уже сказала это грубая ошибка ввиду того что у белых была возможность сыграть ферзь d5 мимо которой проходит максим ваш елограф ферзь d5 и непонятно как защищать на f7 потому что после ладья е7 висит ладья на а8 но оба соперника не заметили этой возможности за белых бывает так в шахматах последовало ладья g3 но тогда ферзь ушел на f5 и возникла эта позиция после ладья g2 конь g2 ферзь g2 о которой я говорила где у белых две легкие фигуры за ладью но кроме ладьи у черных еще целых три пешки и конечно этот огромный материальный перевес дает право черным надеяться на то что они реализуют его конь h6 внимание угроза вилку хотели белые поставить и выиграть ферзя но чемпион мира это заметил король h8 последовало абб конь е3 ферзь h5 конь f1 белые пытаются укрепить свой королевский фланг переведя коня на g3 потому что угроза ладья d6 ладья g6 все также парило в воздухе черные играют е4 вскрывают диагонали для своего чернопольного слона и после слон е3 слон d6 они готовы уже где-то взять на g3 поэтому белые пытаются предложить размен ферзей черный не торопится с разменом ферзей хотя эншпель после ферзи 2 король g2 был бы также с большим перевесом у черных но оставляет ферзей на доске магнус карлсон ввиду того что очень уж слаб белый король а когда так ослаблен король хочется оставить ферзей чтобы попытаться создать матовые угрозы ладья d3 f5 кажется что позиция белых вот-вот должна рассыпаться да слоны сильные да как-то удалось белым консолидироваться заблокировать пешки черных но это все временно ускоряются соперники все меньше и меньше остается времени на часах к сожалению мы не видим сколько секунд на циферблате три минуты плюс две секунды на ход контроль то есть каждый сделанный ход добавляет две секунды магнус карлсон надвигает пешки пытается как-то прорваться сквозь блокаду которую белые создали ладья f1 ферзь f6 ферзь c4 ферзь b6 в какой-то момент черным надо было решиться на ход е3 вот если сделать ход е3 вот здесь может быть после слон b3 все было бы замечательно потому что ладья d2 была выигрывающая угроза но последовала ладья c5 ферзь f7 ладья c3 грубая ошибка ладья c3 и выясняется после слон е5 что слоны вместе с ферзем внезапно подобрались королю черных и вместо того чтобы праздновать победу магнус карлсон сдается и максим ваш елограф таким образом перевел борьбу на тайбрейк где он сыграл с яном кшиштофом дудой одержал победу на тайбрейке и стал чемпионом мира по блицу 2021 чудесное спасение и как следствие чудесная победа в турнире